Опрос охраны здоровья населения обсудили сегодня на заседании правительственной комиссии. Речь шла о грантовой работе общественных организаций, о внедрении комплекса ГТО и о профиле здоровья столицы республики. Укрепление здоровья и повышение качества жизни населения республики – это и есть главная задача недавно созданной правительственной комиссии. Сегодня состоялось ее первое заседание. Председатель кабинета министров Чувашской республики Иван Маторин отметил, что большая роль в охране здоровья принадлежит общественным организациям. В 2015 году женсовет Чувашии стал победителем открытого конкурса по выделению грантов от Общероссийской общественной организации Лига здоровья наций. Проект «Ради жизни» получил финансовую поддержку в размере полтора миллиона рублей. Проект начинает с февраля свою работу. И в рамках проекта планируется организация уже центра психологической поддержки для онкобольных пациентов в диагностическом центре республиканского онкодиспансера, где будут организованы зоны лечебной физкультуры, медицинской, психологической реабилитации, предусмотрены выездные дни здоровья в районах и городах Чувашской республики. На совещании был рассмотрен и вопрос сдачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С 2015 года Чувашская республика, наряду с еще 12 регионами, стала пилотной площадкой по внедрению ГТО. Надеемся с 1 сентября уже выйти на штатный режим работы по этому направлению. В настоящее время обучаемые специалистов и подобраны уже места сдачи во всех муниципалитетах. Это прежде всего ФОКИ и общеобразовательные учреждения. В столице республики уже более 10 лет работает в международном проекте «Здоровые города». А почти год назад в Чебоксарах создан координационный совет проекта. Войдя в российскую региональную сеть, столица вплотную занялась здоровьем жителей. У российских городов, которые участвуют в этом проекте, у всех есть свое лицо. У всех есть тот проект, который они развивают, и своей визитной карточкой, свой имидж. Ну и безусловно, здесь для города Чебоксара этот проект стал, это занятие спортом на свежем воздухе. Но у нас и условия залива, сами условия архитектуры города позволяют все это развивать. Ну и на наш взгляд нам казалось, что это совершенно элементарный уличный тренажер, который у нас в городе устанавливается, в том числе и во дворах. Но на уровне России мы оказались ярким примером. Особое внимание в Чебоксарах планируют обратить на доступность физкультурно-оздоровительных сооружений для лиц с ограниченными возможностями. Правительственная комиссия продолжит свою работу. Марина Рябцева, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика.